Продолжение следует... Найти Ликвида, ну и, естественно, уничтожить его, если получится. Как вы помните, Кэмпбелл отправлял Снэйка именно за этим. После сражения с Фрокс я заработал довольно много Дрэббин Пойнтс, давайте посмотрим. 22 тысячи, ну в принципе не так много, я хочу приобрести винтовку Мосина, но она стоит 60 тысяч Дрэббин Пойнтс. Ладно, пока ничего не буду покупать, подкоплю на винтовку Мосина. Как вы помните, винтовкой Мосина пользовался босс из МГС-3, The End. Она стреляет несмертельными дротиками со снотворным. Очень полезная штука, правда, на неё невозможно просто накрутить глушитель, она шумная, но полезная, поверьте мне. С её приобретением прохождение сильно облегчится. Всё, выбрались с парковки, приступаем к поискам лагеря Ликвида. Как только мы его найдём, акт Ликвид Сан, солнце Ликвида или жидкое солнце, кому как больше нравится, закончится. И можно будет смело сказать, что одна пятая игры завершена. Но об этом не будем. О грустном, как говорится, раньше времени не говоря. Сейчас, как вы понимаете, нас снова ожидают бои в городских условиях. Случилась катсцена. И я смотрю, наши дорогие... Наши дорогие посттанцы где-то раздобыли танк. Это клёво. Видимо, тут поспособствовал дрейбинг. Хотя я не знаю, возможно, это он у них был где-то заныган. Довольно интересная модель танка. Я, к сожалению, в танковые симуляторы не играю. Ничего толком о танках не знаю. Могу на вид различить лишь какую-нибудь самоходку ИСУ-152 или, например, танк М1 Абрамс. Такие очень поверхностные знания. Вижу я, повстанцы начали притеснять сотрудников ЧВК. Молодцы. Сразу заметно, что они стали воевать грамотно. Но всё равно, мне кажется, моя помощь им не повредит. Поэтому, несмотря ни на что, я буду им помогать. Кстати говоря, насчёт винтовки. Штурмовой винтовки Red Patrol. Оказывается, её можно достать во втором акте. И я вам покажу, где она спрятана. Спасибо одному из моих подписчиков, который подсказал мне, где можно найти эту крутую винтовочку, которая очень полезна в мультиплеере. Что же это оружие в целом? Во втором акте откроется ещё больше стволов. Наверное, второй акт самый богатый на новое оружие. Поэтому будьте готовы увидеть очень интересные образцы. Сейчас я вот так вот глупо поднял тревогу. Но ничего, сейчас я парняк... Ладно, не буду их добивать. Хотел их добить. Посудараю сейчас стволы. Вот в этом переулке, по-моему, есть что-то интересное. Да, вот вентиляционная шахта. Давайте-ка слазим туда, посмотрим, что там. Там лежит рацион. Ну, рацион очень даже пригодится. Кстати, можно таскать всего лишь... Всего лишь, по-моему, 15 рационов с собой. Инвентарь не бесконечный. Патронов каждому оружию можно таскать, по-моему, до... ...тысячи. Ну, каждого калибра. Рационов всего 15. По-моему, с уровнем сложности их количество что-то больше ограничивается. То-есть, по-моему, на уровне сложности Big Boss там, по-моему, вообще до пяти, что ли, можно рассказать. Как и было в МГС-3 Flight Medicine. Но 15 рационов это довольно много. И поверьте, даже пяти рационов хватит, чтобы завалить любого босса. То-есть, абсолютно любого босса в игре. Насчет боссов. Скоро мы их встретим совсем-совсем скоро. Наберитесь терпения. Так, у меня поднята тревога. Я хотел зайти в тыл снайперу и забрать его винтовку. Он сидит вот на этом доме. Я хорошо это запомнил, когда проходил игру раньше. Так. Привет, чувак. Получай. Замри. И сейчас попробуем его обыскать. Вот таким образом можем обыскивать. Чуваков. Вот я взял его снайперку. Так, не знаю, что с ним сделать. Усыпить что ли его? У меня нет транквилизаторного пистолета. Сейчас я его выберу вместо, вместо гранатки. Спокойной ночи, чувачок. Как вы заметили, я в принципе стараюсь не идти в открытую. То есть, не ввязываться в открытый бой. Но иногда такое случается. В основном, мне как-то даже сотрудников чувака жалко. Я стараюсь их не убивать. Вот я нашел, кстати, джавелин. Это просто адское оружие. Противотанковые ракеты. В нем ракеты, именно ракеты. Широко используется это оружие в сериях, таких сериях, как Call of Duty, Battlefield. Убойной мощности оружие, но оно заблокировано идентификационной системой. И мне сейчас, не знаю, не хватит денег, чтобы разблокировать его. На снайперку повешу лазерный прицел и куплю несколько глушителей. Это скорострельная винтовка. Скорострельная снайперская винтовка. Ну, довольно часто ей все пользуются. Я тоже ей пользовался раньше. Но она все-таки смертельная. Как вы знаете, я хочу, очень сильно хочу накопить на винтовку Мосина и пользоваться ей. Сейчас я улучшу П-90, поставлю на него глушак, то есть уже поставил, фонарик, прицел, все дела. Мне нравится, когда оружие полностью кастомизировано. Вот пистолет 5-7, такой есть в Counter-Strike. Я его тоже улучшил, и он, кстати говоря, нравится. Что до снайперки, то я ей совсем скоро воспользуюсь. Покажу вам, как тут приблизительно выглядит снайпинг, если его можно так назвать. Так, тут у нас выход, по-моему, я там что-то не собрал. Сейчас подойдем и соберем. Снова рацион. Ну, рационы не повредят. Рнадлас, кстати, тоже присутствует в МГС-4, об этом я, по-моему, вам уже говорил, но найти гораздо сложнее, чем рационы. Рнадлас также восполняют нам строку здоровья. Так, сейчас усыплю этих чувачков, которые там в наглую из укрытий мешкообразных мочат наших товарищей. Хотя они нам не товарищи, кто они? Ополченские они нам товарищи. Они борются за свою какую-то идеологию, не хотят быть подвержены внедрению этой идентификационной системы. Короче, не хотят нано-машин своей крови. Хотят отстоять, отвоевать свою чистую восточную кровь. Блин, я так задумался своими словами. Страшно звучит на самом деле. Так, попробую вот отсюда поснайперить. Позиция не самая лучшая, но искать их некуда. Успокойся, и ты тоже. Вот так вот четко стреляет эта снайперка. Как я вам говорил, она скорострельная. стреляет она практически со скоростью М4А1. И плюс на нее можно навешать глушитель. Это просто замечательно. Идеальное оружие для прохождения, но мне почему-то не очень сильно оно нравится. Не знаю, как это объяснить, но мне нравится и все. Меня больше тянет каким-то штурмовым винтовкам. Например, той же М4. И снова победа! Ликуют повстанцы. Я тоже с ними ликую. Ну так. Я же ведь снейк, стараюсь не показывать своих эмоций, поэтому я ликую молча. Сейчас оббежим по быстренькому окрестности и покинем эту локацию. Больше нам тут помогать некому. Ох, сколько автоматов, сколько дрэбинг-поинсов. Дофигища просто. И что тут у нас? Тут больше ничего нет. Сейчас нам нужно подняться вот по этой лесенке. Пройти по этому балкончику. Ну что ж, приготовьтесь увидеть отряд боссов МГС. Я умолкаю. вперёд. боссов мгцов 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 рах Это чудовище! О, нет... ЖАРСТЬ! О, нет... О, нет... О, нет... О, нет... О, нет... Этого не может быть... О, нет... Этого же... О, нет... О, нет... О, нет... О, нет... Покажите мне ваш грех... О, нет... Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok